Уже второе аппаратное совещание подряд губернатор начинает с одного и того же вопроса. Это подготовка к второму чтению бюджета. В начале заседания Сергей Морозов рассказал о своей утренней встрече с представителем фракции «Единой России» и руководителем ряда комитетов законодательного собрания. Разговор был такой достаточно напряженный, острый, много вопросов еще осталось нерешенных, большие нарекания по отдельным руководителям отраслей, по межбюджетным отношениям не все коллег из «Единой России», депутата законодательного собрания устраивает. Окончательно снять все вопросы решили на трехсторонней встрече губернатора, руководителя комитетов ЗСО и председателя правительства. Она пройдет в ближайшее время. Наступившая неделя будет посвящена не только бюджету, но и социально-экономическому развитию региона в целом. Много внимания уделят и подрастающему поколению. Уже на аппаратное совещание были приглашены участники финала национальной премии «Студент года» от Ульяновской области. Это ребята, которые тратят колоссальное время, свое личное время на службу государству, на службу народу. Семеро ульянских студентов сумели занять второе место в общекомандном зачете. Уступив лишь учащимся из Казани. Финалисты премии получили в подарок из рук губернатора книги. Глава региона предложил рассмотреть возможности активного увлечения ребят в управление областью. Это будущее нашего региона. Что же касается современного состояния управления областью, то здесь не все гладко. Губернатор поставил точку в ситуации вокруг детского сада «Колосок», что в Новомайне. Педагоги образовательного учреждения пострадали от задержек зарплаты. Милитетский район всегда славился хорошим, так сказать, добрым отношением со стороны властей к образованию. Все утратили. Решение, которое состоялось, начальник управления образования уволено. С занимаемой должности. Остальные виновные получили строгий выговор от губернатора. Следом глава региона объявила о новом назначении. В области появится должность уполномоченного на общественных началах по правам потребителей. Этот пост займет Константин Толкачев. Великолепное образование. Ну, во-первых, практикующий юрист, человек, который имеет высшее образование по юриспруденции. Ну, и имеет замечательное образование, которое касается защиты прав потребителей. До конца недели разработают план на следующий год по защите прав потребителей. В сфере образования область, где права потребителей нарушаются в последнее время, особенно заметны. О поборах в школе и о том, что с ними нужно активно бороться, губернатор говорил на прошлом аппаратном совещании. И вот одна из мер уже принята. Поручаю Семеновой, прошу Чепухина, Тихонова, Игоря Викторовича, создать совместную рабочую группу по повышению эффективности деятельности работы образовательных учреждений. Цель достаточно простая. Мы должны, по примеру того, как вот не очень давно приняли решение по системе здравоохранения, перевести руководителей органов образования на эффективный контракт. Губернатор поставил срок до 1 февраля полностью закончить эту работу. Сергей Морозов не исключил возможности, что перевод на эффективный контракт состоится и в других отраслях социального блока. Это реальная мера улучшения работы руководителей учреждений. У нас достаточно большое количество образовательных учреждений, которые ни в чем не нуждаются, которым денег абсолютно на все хватает. Это вопрос грамотного планирования и грамотного расходования финансовых средств. Это из того, из чего они исходят, как запланировано, как защищена смета, так они и живут. Ну и вопрос ее расходов, и вопрос, опять же, эффективности работы этого руководителя. А есть, к сожалению, те учреждения, которые вынуждены обращаться к родителям с какими-то просьбами, да, что-то купить. Вот в этом и есть большая разница. А заключается это все в эффективности руководителя. И, естественно, мы готовы включаться в эту работу и войти в состав рабочей группы с привлечением Общительного совета Министерства образования для того, чтобы все-таки перейти на ту систему. Кстати, здравоохранение уже работает же в этой системе эффективных контрактов. То же самое, наверное, нужно внедрять в сфере образования. Губернаторской критике подверглись и чиновники, которые не отличаются активностью в средствах массовой информации. Разговор об эффективности затем перешел на обсуждение благоустройства населенных пунктов. По словам губернатора, во все сезоны года дорожникам и коммунальщикам находятся работы. А вот конец осени почему-то простаивает. Вот сейчас ничего нет, слава богу. Ничего не мешает, просто все, что оставилось сейчас от осени, убраться. Ни одного человека нет. Ау, господа, господа руководители города Ульяновска, Димитровграда, А где народ-то у вас? Завершается в Ульяновской области реализация первого этапа программы по реконструкции котельных. 17 отремонтированных теплоисточников из 62 уже запущены. 17 отремонтированных теплоисточников из 62 запущены. И уже этой зимой будут служить на благо жителей области. Из наиболее крупных знаковых теплоисточников, которые оказывают услуги теплоснабжения большому количеству абонентов, можно выделить в городе Ульяновске центральная котельная центральной городской больницы, где котельная приняла нагрузку, котельная как кометы, и котельная госплемобъединения в городе Ульяновске по микрорайону и подром. Первый этап модернизации котельных должен закончиться к марту следующего года. Затем может начаться второй этап, в который попадут еще 36 теплоисточников. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.